Добро пожаловать на канал. Ещё одно интересное уравнение якобы из китайской олимпиады, которое я посмотрел на другом видеоканале. И чуть-чуть усложнив, чтобы её нельзя было запросто решить с помощью обычного калькулятора. Хотя Wolfram Alpha её решает, и не уделюсь, если кто-то на олимпиаде им воспользуется. Ответствие 2D в виде конкретных чисел без радикалов, а при желании можно решить уравнение с произвольным количеством единиц и таким же количеством двоек. Предлагаю попробовать это сделать. Пусть С большое число, состоящее из n единиц и такого же количества двоек. А через А малое обозначим число, составленное из n единиц. В таком случае число, составленное из n двоек, это, конечно, 2А. Если нам удастся выразить свободный член С через А и только через А, задача будет практически решена. Представим свободный член в виде суммы двух чисел. Числа, записанного n единицами и n нулями, и числа, записанного n двойками. Число из n единиц это А, а дописывание n нулей равносильно умножению числа на 10 в степени n. А второе слагаемое это просто 2А. От неприятных треточий избавились и осталось лишь избавиться от n. Но прежде всего сделаю то, что так напрашивается, что устоять перед этим невозможно. Вынесу общий множитель А за скобки. Не посоветуйте, что делать дальше. 10 степени n минус 1 это число из n девяток, то бишь 9А. Тогда 10 степени n плюс 2 это 9А плюс 3. Подставили выражение для С и получили произведение двух последовательных чисел. Чем по не вполне странному совпадению является также левая часть уравнения. Таким образом, x равен 3А, то есть число из n троих. Пишем ответ для n равного 10 и делаем грубейшую ошибку. Какую? На радостных мы забыли о том, что квадратное уравнение имеет два корня. При этом второй корень легко угадать, если записать правую часть с отрицательным совмножителем. Можно также записать уравнение в каноническом виде и зная один корень найти другой по теореме Виета. Теперь все в порядке, оба корня найдены. И можно записать правильный ответ для n равного 10. Как легко догадаться, дискриминат уравнений является полным квадратом. Так что гадать было совсем не обязательно. И это все.